Всем привет, это канал Магистраль Жизни, меня зовут Сергей. Сегодня пятница и продолжаются наши трудовые будни. Первым делом надо сместиться в зону. Если раньше она у меня была прям во дворе, то теперь надо чуть-чуть проехать в соседний двор. Потому что, видите ли, Яндекс решил их сегодня переделать. А, ничего себе! Смотрите, как он сделал тут одну здоровенную на 20 рублей, которая покрывает сразу два района. Надо только скрины поделать, чтобы подсматривать, когда на заказе едешь. Так, плюс восемь прилетел. Доброе утро. Сейчас скажу. Примерно четырех. Бедные детки. Утро такое, садик, господи. Некоторые же просыпаются еще рано. Дети по-разному бывают. Вспоминай себя, для меня это а. Ой, блин, что-то я... Проехал в гуру, задумался про деток. Я в ненужный момент всегда что-то лягу. Слушай, дочка подросла, так благо не надо ее с утра будить, сама встала, оделась и пошла. Там подъезд какой-то, что ли? Да, в самокуре. А, я понял. Боюсь. Всегда страх, даже если пломбу будешь делать. Да, пломбу я уже делаю, как вы знаете. Ну, правда, легко и просто. Да, когда там тебя разрезают, вот это, я уже столько переживаю. А ну, ну, мой врач уже есть. В окошке увидела. Она ждет вас. Да, конечно, и мои баллоны. Они ждут, блин. Как это точат инструменты. Знаете, сколько. Все, спасибо вам большое. Хорошо вам дня. Чтобы легко все прошло. Да, спасибо большое. Застрял на въезде во двор, пешехода пропустил и все, и на льду начал буксовать. Ну, что ж, результаты за утро опять так себе. Только три заказа мы сделали, 41 рубль и 44 километра. Самое нормальное, кстати, утро было во вторник. Там я успел то ли 5, то ли 6 заказов за утро сделать. Вот это было прям очень хорошо. А все остальные дни, ну, вот такие. Три, четыре, не более. И, смотрите, уникальный момент. На приборке нет никаких значков. А все потому, что у меня работают все лампочки. После Нового года, вот когда было потепление такое, плюсовая температура, я, в общем, залез, поменял все лампочки, поменял фильтры воздушные. И теперь впервые за долгое время на приборке не горит никакой значок. С коэффициентом ситуации не очень у нас хорошее. Мы находимся вне его. Поэтому эконом я выключил. И сейчас будем пытаться возить комфорт. Ого, какое болото. Это мы только три заказа сделали. Надо идти сливать. Отлично, что-то споймали на 8 километров. И этот заказ плюс 2. Доброе утро. Во, вот так вот я попал. Сейчас точно зеленый прилетит. А вчера я даже возил зеленые. Ну, естественно, я эконом выключал и возил их по комфорту. Не помню, сколько мне их попалось. То ли три, то ли четыре. Ну, в общем, было дело. 15 минут без заказа мы уже стоим. Я не знаю, что делать. Эконом я включать не хочу, потому что он зелененький будет. Вообще, я надеялся сегодня активно поработать. Потому что сегодня пятница. Но, как оказалось, она не настолько активна. Нет, может, если эконом включить, то заказы и пойдут сразу. Ну, просто я этого не хочу пока делать. Я все-таки подожду. Возможно, еще раскочегарится. О, нечто зловил. Ну, и простояли мы 20 минут. Вот такой зелененький у нас получился. Примерно сколько проехали, столько и получили. На завершение уже заказа прилетел следующий. Но они, видите ли, решили его отменить. Опа-опа-опа, кэфчик. Это очень хорошо. Ждем баклажановый заказ. Ой, кого-то споймали. И я смотрю, начали ямы на дорогах вылазить. Как-то до Нового года не было, не было. А тут прям по одной, по две начали появляться. О, отлично. Нагурского. Нагурского я люблю. О, вот такие, видите, ямы. До этого там маленькие были, а здесь прям такая хорошая дырень. А это было белоснежное. Октавия. Приветствую тебя. Кстати, вспомнил по поводу узнаваемости. Ну, к тому, что на дорогах меня узнают и приветствуют, это я уже привыкаю потихоньку. Но вот к пассажирам, которые садятся и меня узнают, вот на это я не знаю, как реагировать. Такое, конечно, бывает крайне редко, но случается. Вот можете посмотреть, на днях случилось такое. Доброе утро. О, я видел ваш видео. Это хорошо или плохо? Хорошо, наверное. Сам работу. А, ясно. Работаете? Да. Как, подработка? Блага, да, там, в среднем год уже на основной. И вот с понедельник уже на данный час я буду, типа, на собеседовую. Ага, я понял. Ну, да, я тоже когда-то пытался соскочить с этого дела. Да, не хочется идти, если честно. Ну, особенно, когда своя машина есть, ты, блин, так ломает. Я помню, когда позапрошлым летом, по-моему, да, позапрошлым тоже предложили там познакомство. И зарплата вроде как две тысячи. Ну, там меня не взяли, ну, по каким-то своим там причинам они мне не объяснили. Но меня так ломало, блин, вот если я пойду, как я буду в 8 часов где-то нужно... Психанул, поехал домой, и все. Отпуск надо сделал. Как сегодня горит, ну? Да, ну, ты что-то, блин, заказывай. Ну, лично мне плохо. Ну, как, картоши, где эти? Ну, да, стараюсь вот каких-нибудь километров трех и до 10-7 вот такие. Не, когда КФ, так там и на километр нормально. Просто если зелень попадается, то как-то, ну, мне очень приятно везти там эти 2 километра за 3 рубля. Ну, я, кстати, из декабря не возил зелень больше. То есть, маледнишные приезжают там, где я, например, в центр в какое-то время попадаешь, но именно на Галилео всегда вот этот пушок не выпадает, потому что там вообще ничего не говорит. Я ухожу с линией там. Да, точно так же. Вот я, наверное, тоже, наверное... Ну, не помню, с начала декабря или нет. Но с середины так точно. Вот просто только фиолет уважаем, и все. Все, удачи вам. Да, пока. Все благодарю. До свидания. Как оказалось, это наш с вами коллега. Блин, троллейбусы просто выбешивают. Смотрите. Вот эти вот черные пятна вот на лобовом по всему, плюс еще на капоте, плюс еще на крыше, по всей машине. Вот от проводов они падают. Вот когда троллейбус едет, и провода там то ли мокрые, то ли обледеневшие, и вот с них начинает сыпаться вот такая вот фигня. Потом очень сложно отмыть это все дело, если вовремя не стереть, конечно. Когда оно мокрое, то нормально смывается, а вот если оно засохнет... Вот тогда уже проблемка будет. Тошнадо меня так обдало, да? До свидания. Здравствуй. Добрый день. Добрый день. Ну да, так случается. Смотри, у вас не случайно такая залеза? Что? Блин, не могу посмотреть, какая там... Учери там сам все. Сейчас мы, если там ходим, где-нибудь останавливаемся, посмотрим. Не, не такая, там другая. Другая, другая. Подходим. Сколько ездит, до хрена ездит. До сих пор, вы знаете, объект постоянно, водой заправляется, как заправляешь. И чем заправляешь? И чем заправляешь, спрашиваем все это. Вот опять же нам вкратить буду дальше, так запомни. Вот если что-то у нас ездит, то лежит вот здесь. У нас в своей ученьке лежит, ну там, запаска там, 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 там. Мне надо такая группа, я строю, вот здесь. Десять раз въезде, но все, мне там просто. Если что-то случить, без секретности. Ни хрена ты не хрена. С водительской стороны, у двери, у двери, водительская дверь, снизу, где у тебя вот левая нога, там есть большая ручка, там на ней даже нарисовано капот. Но она же даже сама знает, сколько у меня в машине есть. Я что, маленькую, что ли? Ну, снимаю, а что там, ты спрашиваешь? Это ребята рассказывали про женщин своих каких-то там знакомых или кто они им. Она говорит, два года ездит на машине, ни хрена не знает, как капот открыть, куда омыватель залить. Это забавно, да, это забавно. На Бехтерева нас закинуло. И вроде даже кэф горит, и вроде даже заказ прилетал. Но там была большая подача, 4,4 километра. Его можно было пропустить, поэтому я его пропустил. А теперь вот стою же дом. Я думаю, надо к партизанскому туда вперед податься. И там должно что-то прилететь. Но вообще по активности... Сейчас вот активнее заказы начали идти. Прямо так вот, один за одним. Но как бы цифры меня не радуют. У нас 88 рублей и как бы 104 километра. Просто я привык, что ценники в декабре побольше. И вот никак отвыкнуть не могу. К 12 часу у меня уже по-любому 100 рублей было. А здесь, ну, никак не получается. Ладно, поедем добивать нашу норму. А также не забывайте, что есть канал Магистраль Жизни. Обязательно заходите туда. А также Магистраль Жизни присутствует в каждом городе, где есть Яндекс.Такси. Ссылочки все будут в описании. Даже пересек я проспект... А, о, возле больницы номер 5. Кстати, там в роддоме Милана родилась. Че-то так просто вот вспомнилось. Комфорт не летит. Включил я эконом. Здесь вот, о, весь город загорелся. Ничего себе. Ха, вот такая ситуация. В центре еще была зелень, а сейчас весь. Ну и подождем, что-нибудь да прилетит. Вы будете смеяться, но нет, ничего не летит. Никто не хочет подорого ехать. О, как, как, как. А, на Сурганово. Ну, ладно, 4,5. Так, хорошо, выберемся отсюда. Потому что этот райончик для комфорта, ну, так себе. Не особо тут летят такие заказы. Смотрите, может быть, перед светофором, там, вот, кармашек такой небольшой. Вот, раз, посидите мне просто здесь, чтобы не объезжать. Вот, да, вот здесь вот. Да, за Маландой. Спасибо большое. Там получится выйти, посмотрите. Спасибо. Хорошего дня. Смотрите, серьезно, вот на это надо вызывать К+. Даже с коэффициентом плюс 0,5. Мне не нравятся такие заказы, когда они без кэфа практически, да. Но если плюс 6, вот тогда хорошо. Плюс 4 тоже неплохо. Даже на плюс 3 согласен. Но когда меньше, ну, что это такое? Что это за заказ? Сейчас посмотрим, кто там такой немощный. Круто. Еще и платное ожидание пошло. Здравствуйте. Добрый день. Вот так вот получилось. 4,70. Ну, и проехали мы 2 километра по заказу. Ну, и к заказу, наверное, тоже 1 километр где-то был. О, мы норму сделали. 100 рублей. А что это значит, что можно ехать домой? Блин. Не успел даже нажать. Его сразу отменили. Передумали. Не, активность на месте. Я испугался уже, думал, за минусом активности. В прошлом выпуске про машинку свою я рассказывал, что она не хотела заводиться. Короче, не знаю. Она еще пару раз покапризничала. Ну, вроде как работает. Не знаю, хорошо это или плохо. Но морозы вроде спали. Сейчас у нас, допустим, 0 градусов. Вот это мне надо. Могилевская 6. Все, четенько домой. Ну, главное, чтобы сейчас не отменили, пока я доеду. Потому что это комфорт плюс, а там, ну, люди капризные. Им бывает машина не нравится. Так что к мастерам я пока еще не обращался. Но, я думаю, нужно. Просто она еще не заработала на ремонт. Вот когда заработает, тогда сразу поеду в ремонт. Ну, и как бы в подвеске тоже опять что-то все стучит просто. Я вроде ремонтировал, когда это конец ноября, либо начало декабря было. Но там, грубо говоря, они поремонтировали. И через неделю опять начало стучать. Может, они так отремонтировали. Может, что-то новое стучать начало. Честно, не знаю, потому что не разбираюсь. В общем, впереди предстоит опять большой ремонт. Быстрее дойдете. Что вы? Быстрее дойдете. Ладно, давайте это дропит, на самом деле. Бесят такие. Два шага ему реально. Просто вот вперед два шага сделать. И сидит, ждет. Чего ты ждешь? Если бы не сказал, так бы и сидел дальше. И, кстати, этого дядьку, по-моему, я в прошлом выпуске возил. Тот же самый адрес. Только он садился тогда с остановки. А в этот раз я во двор заезжал. А узнал я его по стойкому запаху перегара. Очень неприятно. Все, едем домой, показываю результаты. А они, по-моему, такие же, как и в прошлом выпуске. Какое-то чувство дежавю. 12 заказов, 109 рублей. 130 километров, 8,3 средний расход. И поработали мы 6 часов. Нет, что-то там чуть-чуть отличается. По-моему, количество заказов другое было. И расход 8. Не помню точно, это надо пересмотреть выпуск. Топливо мы израсходовали 10 литров. В деньгах это 26 рублей. Сюда добавляем амортизацию, которая у нас 13 рублей. И наши расходы на сегодняшний день составляют почти 40. Далее, так как я, катаюсь без комиссии парка. Ну вот, если отнять комиссию парка, то у нас вышло 96 рублей. Отсюда отнимем наши расходы 40 рублей. Получается, что 56 рублей. Мы сегодня заработали чистыми. А в прошлом выпуске было 60 на 4 рубля меньше. Это, наверное, потому, что у нас больше расходов. Так что небольшое отличие есть. Но оно как бы незначительное. Это не декабрь, когда там бешеные суммы были. А на этом выпуске я завершаю. Вопросы, пожелания, как всегда, оставляйте в комментариях. Всем удачи. Пока.